МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите в выпуске новостей губернии. Акция «Подарок ветерану» традиционно проходит в преддверии Дня Победы. Знаменитую песню из фильма «Белорусский вокзал» исполнил Народный хор Нижнего Новгорода. Национальный день радио Центральный архив показал уникальные документы советского времени. Итоги работы агропромышленного комплекса Нижегородской области в 2023 году. Потому что мы пилоты, небо наш, небо наш, и мы дом, первым делом, первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки потом. Первым делом самолеты. Евгений Трофимович Крюков с этим согласен. В январе бывшему военному летчику исполнился 101 год. И вот, стоя на своих ногах, с улыбкой на лице, он принимает поздравления в преддверии Дня Победы. Мы вас поздравляем еще раз с Днем Победы, с наступающим. Долгих лет вам жизни и здоровья. Самое главное, чтобы было здоровье. Будем приходить к вам каждый год. Евгений Трофимович служил летчиком на Кавказе в 242-м истребительном полку. За время службы совершил больше ста боевых вылетов. Кадры 1942 года нам показывает сын Константин. Вот фотография фактически полк, в котором он служил. Значит, вот он играет в шахматы справа. В 1943-м самолет Евгения Трофимовича подбили в бою. Летчик оказался в плену, но за месяц до Победы бежал. Уже после войны он окончил Горьковский политех, а в 1955-м стал главным инженером при строительстве Горьковского телецентра. Сейчас в силу возраста ветерану нелегко говорить, но несмотря на это он все же благодарит гостей за внимание. А это Вазген Григорьевич Аганисян. В преддверии Дня Победы он тоже встречает гостей. И в свои 98 лет не просто подпевает военным песням, но даже танцует под любимую смуглянку. Во время войны Вазген Григорьевич трудился в тылу. За год до Победы был призван в армию, но в боевых действиях принять участие не успел. На фронте у него погиб старший брат. День Победы – самый главный праздник в нашей жизни. Этот день я целый год жду, чтобы дожить до Победы. Акцию «Подарок ветерану» подготовили активисты регионального отделения партии «Единая Россия» и движения «Волонтеры Победы». В преддверии 9 мая они посетят всех ветеранов в Нижегородской области подарят небольшой концерт и подарки. Мы с ними уже знакомы не первый год, и многие обращаются с какими-то бытовыми проблемами, сложностями, и мы, конечно, пытаемся им эти проблемы решить и им во всем помочь. Такие поздравления призваны поднять настроение ветеранов, дать понять, что они не одни, и главное – показать, что следующие поколения хорошо знают, что значит День Победы. Служба информации Елизавета Виноградова, Максим Веселов. Третьеклассники 21-й школы делятся друг с другом чаем из термоса, пытаясь согреться. Сквозь снег, ливень и ветер они добрались до стрелки, чтобы исполнить песню о 10-м десантном. Волнуются и репетируют. Синие галстуки – атрибут движения Орлята России. Школьники с гордостью рассказывают о своих прапрадедах-солдатах. Моего прапрадедушку зовут Чаушев Петр Михайлович. Он начал свой путь в городе Харьков, освобождая его. Он был минометчиком. Дрожилкин Иван Иванович. Он родился в 1920 году. Он пошел на войну добровольно сам. Дошел, прошел всю войну. Был танкистом. Прадед Софьи Мамаевой не дожил до Дня Победы. Но память о солдате передают в ее семье из поколения в поколение. Макаров Александр Васильевич, 1909 года рождения. Так получилось, что он от ран скончался практически в самом начале войны, в августе 1941 года. Похоронен он на Вигенском кладбище города Вологда. Кстати, сегодня у меня родители, они поедут на место его захоронения найти эту могилу, потому что там долго не были. Слезы, а может капли дождя, сегодня были и на лицах участников народного хора. Школьники, артисты ансамбля Любава, волонтеры Победы и оркестр УВД вместе исполнили «Нам нужна одна победа». Для сотрудников силовых ведомств ее слова сегодня имеют особый смысл. Многие наши товарищи, наши коллеги, наши даже сослуживцы, бывшие, нынешние, вот сейчас вместо того, чтобы завтра, послезавтра маршировать на параде, будут встречать его в окопах. Сейчас нам тоже самое, нужна самая главная одна победа. Запись песни смонтируют и отправят в Москву. В итоге будет собран большой ролик с участием исполнителей со всех регионов России. Видео будет представлено на различных платформах в интернете, а также российских телеканалов 9 мая. Служба информации Алена Менухова, Василий Лысков. Это сложно сейчас предположить, но Нижегородская радиолаборатория началась с небольшой приемной станции совсем на других берегах Волги в Твери. Организована она была в 1916 году и до революции была просто частной приемной. Совсем иной статус она приобрела в 1918. Ворс мирового пролетариата издал даже декрет о создании радиолаборатории и потребовал перевести ее к нам в Нижний Новгород, а статус придать государственным. Сохранились приказы об организации радиолаборатории. Так, приказ номер 12 от 1 августа 1918 года гласил, сегодня радиолаборатория вместе с личным составом переезжает в город Нижний Новгород. Для молодой Советской Республики в тяжелые годы гражданской войны было жизненно необходимо создание лаборатории для беспроводной связи. И для того, чтобы связи между фронтами были, и связь с центром. К этому привлекли лучшие умы того времени – ученых, инженеров. Первый состав радиолаборатории был в основном из тверских специалистов. Вместе с оборудованием в Нижний переехал весь руководящий состав. Вот, посмотрите, Леонтьев – помощник управляющий, управляющий Владимир Михайлович Лещинский, дальше помощник управляющего Селиверстов, и все. Вот Боныч Бруевич – ученый-инженер. Сам Леонтьев в столицу Приволжья не приезжал, но постоянно держал связь с главными инженерами. Сохранилась телеграмма, которая была адресована председателю губосполкома для содействия и поддержки радиолабораторий. В первую очередь для вождя была важна техника безопасности, следует из сообщений. Он просит выделить определенное количество резиновых перчаток и сапог для того, чтобы работать с высоковольтами, с лампами напряжения. Но не только лаборатория тесно связывает Нижний Новгород и радио. За три десятилетия до переезда к нам в станции в Нижнем трудился сам основоположник радиосвязи Александр Попов. В этом году исполнилось 165 лет со дня его рождения. В 1889 году Александр Степанович был назначен заведующим главной электростанции на Нижегородской ярмарке. Видим его прошение о том, чтобы закупить дополнительные котлы для проведения Всероссийской выставки 1996 года. Фонд радиолабораторий содержит уникальные документы, датируемые еще позапрошлым веком, что позволяет проследить за богатой историей развития радиосвязи в нашем регионе. Служба информации Артем Коротков, Михаил Городников. Артем Коротков, Михаил Городников. Четвертое по производству яиц, шестое по производству мяса и сахарной свеклы. За прошлый год регион полностью закрыл потребности в зерне, картофеле и яйцах. В 2024 году планируется также наращивать объемы производства в растении и животноводстве. Особое внимание уделят технической модернизации предприятий. Мы, как и по итогам прошлого года, продолжаем увеличивать процент самообеспеченности по тем направлениям, по которым мы еще не достигли стопроцентного уровня. И одна из задач – это, конечно, повышение самообеспеченности по всем основным видам продукции. За прошедшие пять лет финансовая помощь сельхозпроизводству со стороны федерального бюджета областного увеличилась на 50%. В 2023 году Агропром в виде поддержек получила 6 миллиардов 300 миллионов рублей.